МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Огни светились, переливались в воздухе. Огромная большая сцена притягивала взоры, словно магнит. Играла музыка. Но нетерпеливая толпа поклонников ждала ее выхода. Большая сцена настолько скрывает человека, что когда мы видим артиста, мы чаще воспринимаем его по сценическим образом. Но какие они? Звезды в реальности, когда гаснут софиты и закрываются кулисы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в фотоальбоме истории мы посмотрим фотографии солистки оперы Государственного театра, оперы и балета имени Соруна Моллана, заслуженной артистки Республики Саха-Якутия, Российской Федерации, депутата городской думы Марина Силиной. Марина, здравствуйте. Во-первых, я благодарю за доверие, потому что, насколько мне известно, у вас не было еще интервью на телевизии. Да, не было интервью. Только съемки в программах, связанных с искусством. Очень интересно. А почему вы не давали интервью? Ну, вот не знаю. Как-то не приглашали. Старее, наверное, были заняты очень. Ну, может быть, там не совпадало по графику. По старой доброй традиции нашей передачи, все гости приходят с фотографиями, которые им дороги. Какая фотография вам особенно дорогая? Какая фотография вам очень нравится? И, глядя на которую, у вас поднимается настроение? Ну, наверное, все-таки с фотографией с дочкой. Посмотрите, вот эта фотография. Она закончила в этом году 9 классов школы, музыкальную школу с отличием. И вот мы такие счастливые здесь. Красная тесто. И мы с ней тут счастливые и довольные. Доча ваша копия, скажу я вам. Старались. Ну, интерес к музыке есть, как у вас? Да, она занимается, закончила, получается, школу музыкальную по классу фортепиано. Потом еще захотела гитару слоивать. По классу гитары. Вот здесь как раз она получает диплом по классу гитары. И сейчас она просто ходит, любит петь. Она ходит в хор, занимается хоровым пением. Занимается музыкой. Ну, как хобби. Как хобби. Но очень часто родители, когда находятся в своей профессии, и когда дети интересуются профессией родителей, родители обычно дают запрет. Не надо в музыке, либо не надо в науку, не надо на телевидении, что-то на ней хорошее, вон там высокоплачивая работа. Вы какое будущее рисуете вашей дочери? Ну, она вообще любит лингвистику, увлекается языками. Музыка, это как бы не сказать, что... Мне кажется, она еще сама не поняла, она ее захватила полностью или нет. Но она вот встретила руководителя хора. Я всегда говорю, что руководитель – это определяющая. И она влюбилась полностью в хоровую музыку. Она сейчас ходит на все концерты и, в общем, посещает занятия хора с удовольствием. Поэтому вот пока так. Ну, как хобби. А если она все-таки выберет этот путь, сын? Ну, что, это ее выбор, потому что мы же не должны препятствовать, мне кажется, своим детям. Дочь, гордость и мое лучшее творение делится с нами наша героиня. Полина – умница и красавица. Недавно обрадовала своих родных красным аттестатом. И как закулисный ребенок обожает не только оперу, а классическую музыку в целом. А вот я вижу фотографию. Это она в детстве, да? Нет, это я. Ой. Это я. Вы так похожи. Это я в детстве. Все, вижу. Значки. Октябренок. 60 лет октября. Да. Очень такая значимая, видимо, фотография. Это были мы отличники учебы. Вот по итогам. И все в черном. Был, наверное, будь не день. Точно не понедельник. Да. Шел фотограф, видимо, что такое нас не предупредили. Видимо, какая-то такая ситуация, если честно не помню точно. Но вот это было по итогам второй четверти. Точно. По второй четверти. И мы вот стоим тут. Пять отличников у нас было в классе. В принципе, хороший результат. Образцовая внучата Ильича. Да. А какое вы в детстве? Ну, то, что вы учились хорошо, но отлично, мы это поняли. Ну, такая, наверное, не знаю, правильная. Такая, ну, активистка. В общем-то, я с детства активистка. Везде участвовала в хорах тоже всевозможных. Музыка была в вашей жизни. Монтажи. Раньше были какие-то фестивали. Я везде участвовала. В школу музыкальную ходила, и мой педагог меня, в принципе, называла Выбражуля. Здравствуй, моя Выбражуля. Угу. Ну, она так говорила всегда. Видимо, я не знаю, почему. Наверное, была такая артистичная. Да, видимо, вот это вот. Когда училась в школе музыкальной. Ну, такая была прилежная. В общем-то, я ответственная. Все выполняла. Училась. Я не все время на отлично училась. Потом в средних классах я вот уже хорошисткой стала. учебы там, 0 и 4 по некоторым предметам. По каким? Кстати, по физкультуре почему-то я удивляюсь. Хотя... Самый сложный предмет. Да, я посмотрела там, нет. Я посмотрела потом в своем аттестате и была удивлена, потому что я всегда на физкультуру вообще любила ходить. И я спортом потом занималась сейчас. И я не знаю, почему. У меня почему-то 4. Ну, как-то вот, правда. Ну, еще по... Стоит у меня четверка по физике, например. Ну, хотя мне, в принципе, нравился предмет так. Ну, вот четверка. Ну, как-то, к сожалению, не очень помню, как тогда вот это все было. Все равно школьные годы, да, хорошие. Как сейчас вспоминает моя героиня, в старших классах очень часто стала прогуливать музыкальную школу. И тем не менее звезды сложились так, что музыка стала смыслом ее жизни. Я вообще это решила в седьмом классе, в восьмом. Потому что я когда школу музыкальную закончила, если честно, у меня роман с музыкой как-то, я думала, я его завершу. Потому что, наверное, подростковый возраст. И мне вообще не хотелось. Я пропускала... Занятия. Я пропускала занятия. На пути к нашей школе музыкальной находился тир. Я постоянно приходила в тир вместо школы музыкальной. И у меня уже там, который, значит, пульки давал, вот эти вот дяденька, он у меня уже знал, что я там постоянно пропадаю. Он мне уже просто так давал, без денег стрелять. Я благополучно час там, или сколько шли занятия, стреляла, потому что я домой якобы я была на музыке. Да, это все потом выяснилось, естественно. Было что-то, нечто. Ну, я, может быть, я устала. Ну, это такой период, я знаю, сейчас у всех детей наступает, как бы усталость. Они не хотят. Потом, когда у меня был один год перерыва, я в восьмом классе училась, а во школе закончилась музыкальная музыка. Я вот в этот год поняла, что я, оказывается, не могу без музыки. Я не могу. Я, во-первых, аккомпанировала классу нашему на различных мероприятиях. И все-таки-то я решила, что я, наверное, пойду в музыкальную училищу. И пошла. Это было после девятого, да? После восьмого. А после восьмого тогда? Раньше же после восьмого. Это было для всех, конечно, в школе, в нашем классе. Это было для всех, наверное, каким-то шоком. Потому что, ну, вот я же успевала. Ну, как-то принято считать, что после восьмого класса ходит, он не очень успевающий, вроде бы, да? А я вот прям по велению сердца, я решила. Хотя у меня успеваемость была нормальная, хорошая. И после восьмого класса началась самостоятельная взрослая жизнь. Увидев серьезный подход к учебную процессу, преподаватель по камерному ансамблю и концермейстерству Валерий Геннадьевич Кац предложил Марине работу в качестве концермейстера. Так, несмотря на юный возраст, моя героиня погрузилась в бурлящую и завораживающую жизнь Театра оперы и балета. Это была очень большая школа, естественная жизнь, да, вот это вот как практика. И тогда я вообще влюбилась в оперную музыку. Потому что я работала с оперными певцами. А до этого у вас... До этого у меня как-то такое и не было, если честно. Я не бредила вокалом. Я просто пела в хоре, но я не любила вот оперные арии, там, я их не знала. Ну, как-то, честно-то скажу. А потом вот у меня началось увлечение. Вот через моих коллег, получается, сейчас они мои коллеги. Когда я вот пришла, была студенткой, да, мы с ними занимались. И я вот полюбила этот жанр. Потом уже дальше получилось так, что закончила лава. Ну, решила совмещать два отделения. Что было вообще тогда не принято и никто это не делал. Я вот в училище была первым человеком, который два отделения совместила и закончил. Вот два диплома получила. Раньше это было не принято. Фортепиано и? Фортепиано и вокал. Безусловно, каждый музыкант, вокалист мечтает поступить в Московскую консерваторию. Мало кто знает, что юная Марина с подачи преподавателя по вокалу, у которой как раз-таки был диплом консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Венеры Николаевны Солыровой, тоже мечтала попасть в этот круг. Но, увы, не поступила. И несмотря на уговоры, то ли детская обида, то ли разбитые иллюзии, не дали вернуться моей героине снова и повторить попытку. Но любое испытание, как говорит Марина Владимировна, это стимул, чтобы работать и развиваться дальше. Ну, мы поехали, и, конечно, естественно, я там не поступила. Как все было? Ну, в общем-то, как обычно, экзамены, приемные там, вступительные, пела, значит, пела там, как положено, 4 произведения, «Ария, романс, песня» и «Виария, романс и песня». И был тогда председатель Евгения Нестеренко. Я даже тогда еще его особо не знала, что это Евгений Нестеренко, вот такой столб сидит передо мной и слушает меня. Я как-то была еще не в курсе всего. Конечно, потом я уже поняла, что такие люди у меня принимают экзамен, слушают меня. Он мне сказал, что мне надо еще учиться. Я сказала, «Деточка, учиться еще». Такой он бас. И мы уехали. Ну, как-то для меня это... Я думала, что я... Почему-то я думала, что я поступлю. Видимо, была уверенность. То есть, была все-таки? Да, была уверенность. Да, была уверенность. Ну, так, типа. Ну, я вот не поступила. Ну, я потом не хотела там будто поступать. Вроде даже как-то у меня вот желание это немножко стерлось. Думаю, ну, я вот буду работать в театре. Там мне уже давали маленькие партии пить. Я пела там уже вот «Красную шапочку». Спела. Уже вышли на сцену? Вышла на сцену. Ну, вот вроде как нехорошо. И концертмейстерство я люблю. И вот играть мне нравится, вокалистам аккомпанировать. Я обожаю это. И все вроде бы. Вы смирились? Ну, что ли, даже я не знаю. Потом все-таки я снова захотела. И, получается, после отмечания поехала. Мы уже в Свердловск. Наверное, у каждого студенчества это, наверное, одно из самых запоминаемых, да? Ярких событий. Да, времен детства и студенчества, наверное, да? Ну, вот студенчество я очень люблю. У меня... Я училась вообще у великого человека. Тогда же, считаю, народной артистки СССР. Как бы... Вот у нас Анегина Егоровна Ильина. Во всем Уральском регионе, вот это вот, да? Только вот моя педагога, это Вера Баева. Ее называют всегда... Назвали Уральский Соловей. Очень такой красивый голос. Я у нее училась пять лет. Было трудно или все-таки все было легко? Нет, мне было очень интересно. Я очень... Мне в годы учебы, мне трудно не было вообще. Я училась с удовольствием, мне это нравилось. И я очень много пела, занималась. Везде ходили мы на все концерты. Конечно, очень большая культурная жизнь. Конечно, на Урале. Мы приехали из... У нас мало тут такого концерта. А после Свердловска вернуться в Москву и доказать, что вы обучились, что учились у такого мастера. Вообще не было такого мастера. Я там же осталась в Свердловске, потом в аспирантуру поступила там. У меня, кстати, вот не было такого... Чтобы вернуться и доказать. Недавно я посмотрела фильм, название не могу вспомнить. Как раз-таки о молодом человеке, который работал в магазине сотовых телефонов. И все детство, конечно, в его случае все детство, он смотрел оперу, пел оперу. Его никто серьезно не воспринимал. Но все-таки он добился своей мечты и вышел на большую сцену. И ключевая фраза, он говорит, что я счастлив тогда, когда я слушаю оперу или пою оперу. В вашем случае, когда вы счастливы? Ну, я счастлива тоже. Я могу согласиться с этим молодым человеком. Я счастлива, когда я пою. Это вообще, естественно, это самое, наверное, божество. Потому что ты делаешь любимую работу. Вот любимое дело свое. Я обожаю петь. Я люблю очень петь. Именно я больше люблю оперу петь, чем вот концерты. Выйти на сцену и исполнить оперу лишь на первый взгляд кажется, что легко и непринужденно. На деле за всем этим стоят многочасовые работы, где оттачивать не только основной инструмент голос, а каждую роль пропускают через себя. Это вообще долгий процесс обучения. Обучение очень длительное. Наверное, так же, как и балетное, искусственное. Самый длинный процесс обучения – это музыки. И он бесконечный. Я сейчас еще не мастер, как сказать. Я еще не все умею. Я еще не закончила свое обучение, скажем так. То есть, конечно, я закончила свое официальное обучение, но продолжаю все время что-то новое находить. Ну, конечно, то, что мы на сцене, как вы говорите, я представляю там какой-то спектакль, я роль играю, да, этому предшествует очень большая работа, прежде всего, в классе, когда еще никто не видит, еще за полгода до полагаемого события. Ты уже знаешь, ты разучиваешь партию, ты занимаешься с концертмейстером, ну, это невидная работа, потом ты занимаешься, ты проходишь спевки, уроки, и только потом ты выходишь на сцену, это конечный продукт получается. Вот так. А ваша самая любимая партия? Ну, вообще, партии все мне нравятся, которые я исполняю, конечно, я всех люблю по-своему. Наверное, все-таки больше, больше я люблю партию Марфы, из оперы Римского-Курсакова, Царская невеста, очень люблю эту партию, и партию мини из оперы Пущение богемы. То есть, мне очень нравятся эти, конечно, трагические роли, но вот они мне очень нравятся, по нутру, что я чувствую их как-то в себе, прочувствовала, мне кажется. А есть роль, которую вы хотите исполнить? Есть. Я хочу исполнить Виолетту, Валерию, то есть, в Перетравиата, главный партию. Хочу исполнить ее, но иду к этому ученикам, готовлюсь, скажем так. Учите, заучиваете, поете? Да. Ну, понимаете, это такая сложная партия, ее нужно еще вот вырасти, внутреннее вырасти, потому что там сложная жизнь, женская судьба, показана такая история, и ее тоже нужно, ну, невозможно ее в 20 лет спеть так, как, ну, например, там, ну, как-то возрит, созрит, поэтому вот, взри ее, взри ее. Значит, скоро мы увидим вас. Надеюсь. Давайте поговорим о вашей семье, да? Ваша семья, это ваша дочь. Моя доченька у меня, конечно, долгожданный мой ребенок, вот, я очень рада, в общем-то, довольно... Человек, который радует вас с успехами. Да, радует меня с успехами, она, вот. Моя, конечно, мои родители, это моя мамочка, и мой дедушка и бабушка. Бабушка, к сожалению, она уже ушла из этого мира, но она всегда со мной все равно. Вот, это люди, которые меня воспитали, и, в общем-то, дали мне путевку в жизни, прежде всего. Я их очень уважаю, люблю, уезжаю и горжусь. Марину воспитывали бабушка с дедушкой Александр Семенович Силин, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Якутска, заслуженный работник народного хозяйства республики. Ну, а бабушка Зоя Степановна Сили на 40 лет проработала на Министерстве финансов, отличных финансовой службе России. Но не сказать, что моя героиня росла в тепличных условиях, окруженной любовью и лаской. Все это было, но бабушка с дедушкой больше воспитывали через труд. Больше дедушка со мной проводил время, везде со мной был, и вот в этой же музыкальной школе, и на капуках, и на лыжах мы с ним ходили каждую субботу, и на самках катались, и в лес, и, в общем, я с ними везде. Мы с ними везде, и на дороге, и на даче, и везде я с ними. И дедушка, конечно, у меня вот он... Ну, никто меня там специально, я вот не помню такого, что мне какие-то аннотации почитали, и вот просто вот в жизни они своим примером, ну, посредованно, у меня вот получилось то, что получилось. Я очень благодарна им, что вот они... Вот они меня поддержали всегда, вот тоже в моих начинаниях, хотя вот я знаю, что моей бабушке не нравилось мое увлечение музыкой, вот она хотела, чтобы я была... Ну, вот что-то связанное с финансами, потому что она сама работала в Мстерстве финансов 40 лет, проработала. И хотела, чтобы внучка пошла по стопам. Она хотела, наверное, чтобы я была... Ну, вы знаете, она никогда даже вот не была такого, я не хочу, я просто чувствовала, что она как бы не хочет. Но вот такого слова никогда не прозвучало из ее уст. И столько она была тактична ко мне и к моим интересам. То есть она умела уважать, и... ну, дедушка тоже. То есть они уважают мой выбор всегда. Вот захотела я в Свердловске ехать, они мне даже не... Никто ничего не сказал, никто там не устраивал концерты, как сейчас, никто не провожал, никто там не... У нас вот так... Никто со мной не полетел. Я полетела сама. Да, вот с чемоданок, и все вот просто... И вот полетела. И, кстати, мучу прилетела и сама добралась до всежития. И, в общем-то, такая как бы домашняя ребенка. Давайте посмотрим ваши студенческие фотографии. Это вот студенческие, это вот училище музыкальное. В консерватории я такая вот была, поступила. Совершенно не меняетесь. В консерватории. Вот я в училище музыкальном с Елона Михайловой. Это по-портепиано мой педагог. А вот это, получается, моя вот педагог по вокалу, Венера Николаевна Солырова. Это вот наш якутский соловей. И вообще чудесный голос. Она закончила, кстати, в московской консерватории сама. И я очень... Вот поэтому, наверное, она хотела, чтобы вы учились там. Вроде как одна школа. Мы же все несем в себе школу предыдущего педагога. Каждый человек уникален и по-своему интересен. Вот и моя героиня, если бы не музыка, могла бы преуспеть в совершенно другой профессии. Может быть, моя мечта, которая, думаю, она у меня впоследствии как-то вышла на первый план. Я очень люблю медицину. Мне это очень нравится. И у меня очень много друзей, которые работают в медицине. С ними я очень люблю общаться, разговаривать на темы медицины. Даже подписано вот в Инстаграме, сейчас на разные журналисты. Мне это очень нравится. Но я, к сожалению, не стала врачом, получается. Но в детстве я не мечтала быть врачом. Это как-то позже ко мне пришло, что все-таки надо было уйти в медицину. Ну, нет, все-таки я вокал тоже свой обожаю. Оперу свой. Но медицина мне тоже очень нравится. Вот если бы можно было сейчас научиться, я бы пошла бы. Ну, освоила бы. Если бы нам было возможно. То есть знания получила бы, естественно, у меня поверхностные. Просто на бытовом уровне, скажем так. Но я очень люблю, и мне нравится именно манипулятивная медицина. То есть то, что связано с какими-то там уколами, капельницами. Вы ставите уколы? Да, мы их ставите. Ну, во-первых, естественно, родным. Всем своим помогаю, да? Если там что-то надо. Себе. Даже я могу поставить себе. Ой, уже спокойно. Кстати, я стала себе ставить уколы в тот момент, когда я была в положении. Получилось, что как-то там, ну, не всегда врачу. И я думаю, ну что, я теряюсь, собственно говоря, куда мне бежать, куда идти. Зачем медицинская сестра, если есть смелость? Я, в общем-то, все это быстренько освоила. В этот период, когда стала уже практиковать. Но коллегам могут поставить, коллегам там тоже рецепт выписать, скажем так. Вот это как бы люди не знают обычно. Все мы люди, все мы переживаем. У всех есть чувства. Как вы изливаете то, что происходит у вас в дюже? Ну, на сцене, конечно, наверное. Вам проще на сцене. Ну, я, кстати, если бывают какие-то ситуации такие, ну, вот бывает же у нас у всех, грубо, ну, во-первых, конечно, мама моя. Она у меня очень близкий друг. Конечно, я всегда могу к маме. Мы очень близки с ней. То есть мы можем общая деться с ней все. Поэтому я маме, с мамой как-то вот так тоже горюем, так скажем, да? Ну, и я в спорте нахожу, я отвлекаюсь. Я всегда, когда есть какие-то такие вещи, нужно уметь отвлечься. Переключаться. Переключиться, да. Я вот отвлекаюсь, я на спорт хожу. Я очень люблю цветы. Я очень люблю вот что-то, я люблю вот все садить, выращивать. Землей, да? Землей, да. Я вот на это отвлекаюсь. И, ну, это, в общем-то, как-то помогает. У меня, слава богу, не так много таких моментов, когда мне нужно там, не знаю. Слава богу, что... Ну, все творческие люди подвержены таким настроениям. Да? Ну, бывает, конечно. Ну, и я все-таки стараюсь, я все-таки стараюсь все-таки не очень-то, как сказать, общаться с кем-то и с кем-то заливаться. Я стараюсь вот в одиночестве. Что вам больше всего нравится? Что... От чего душа радуется? Нравится? Я люблю, когда вкусно накрыть стол. Да, кстати, мы знаем, то, что вы очень вкусно готовите. Вот. Я от этого... И часто готовите. От этого очень душа радуется. Я это люблю. Ну, я люблю очень много, в принципе, таких увлечений. Их много. Но я просто даже... И мне душа радуется, когда я на сцене пою. Просто я работаю, и когда я вижу, когда я вижу, что люди... люди мне отвечают взаименностями. Это просто самое наивысшее, наверное, что ты можешь в своей жизни. Я радуюсь, когда вот я с дочкой... Когда я радуюсь, когда я ее вот вижу, вот она, например, в хоре пела, у нее был отчетный концерт, и я весь концерт проплакала. Я его не смотрела, я ревела сидела, потому что я даже не думала, что... Ну, вот как-то... Что мой ребенок так может. Вообще. Я была горда, и я ей поговорила, говорю, ты такая молодец-то вообще. То есть это было прекрасно. Марина, вы сейчас тоже как говорите, и... Потому что вот эта гордость, вот она действительно, она же присутствует, как бы, за своего ребенка, наверное. А что вас огорчает? Ой, это вообще... Огорчает. Но у меня огорчает... Иногда несправедливость. Бывает такое. Вот. И... Я вот в людях не приемлю непрофессионализм, как бы, если так говорить, наверное, вот это вот и огорчает, да? Не приемлю совершенно непрофессионализм. Подлость такая вот такая. Подлость. И... Я это не приемлю. И жадность. Наверное, может быть, три вот таких позиции. Но они огорчают, когда встречаешься с этим в жизни. Как-то... Ну, бывает. Каждый человек вот... ставит перед собой цель. Ну, мечта, цель, мечту обращает в цель, да? Допустим, кто-то хочет квартиру, да? Кто-то хочет на море. Кто-то хочет, что-то действительно, чтобы ребенок учился хорошо, там, реализовал свои возможности. В вашем случае, какие цели вы ставите перед собой сегодня? Ну, много их должно быть. Я тоже хочу, конечно. За что хватится? за что хватится. Конечно, естественно, я волнуюсь за дочку, конечно, естественно, как она, вот как она поступит, как она будет учиться, как она в жизни как-то устроится и как будет ей жить в нашей жизни, в общем-то, нелегкой сейчас, да? Конечно, за дочку. Ну, я хочу еще спеть, я надеюсь, что построят новый театр оперы и балеты, я хочу спеть в новом театре, хотя это очень длительный процесс строительства, поэтому, А вы мечтаете? Я мечтаю, да, я мечтаю, что я испоюсь на сцене новой, нашей сцене, нового театра, нашим, конечно, хочется, ну, я хочу, чтобы было, меньше невзгод у людей, я не знаю, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны вообще в мире, да, вот у нас, по возможности, чтобы все люди были счастливы и довольны жизнью, чтобы у всех людей было, какие-то такие хорошие счастливые моменты, ну, я вот не знаю даже, может быть, об этом. Ну, может, я не знаю, не ваша мечта, но и, скорее, наша мечта, да, видеть вас на сцене Мариинского театра, насколько нам известно, что в ближайшее время вы там поступите. Да, должны быть гастроли, буквально через месяц должны состояться гастроли нашего театра, не только Мариинский театр, большой театр, Мариинский, опера, опера, Мариинская опера, белорусская. Каково это? Выступать на другой сцене? Это очень ответственно. На другой большой сцене? это очень ответственно, это такой колоссальный, такой груз, я не знаю, душевный, который, вот как спортсмен, представлять флаг, примерно что-то такое. Конечно, очень ответственно, очень, страшно, не очень правильное слово, мы волнуемся, естественно, каждый готовится, волнуется, хочется, чтобы не подвести и быть на высоте. У вас не было мечты пройти, я не знаю, там, итальянскую школу куда-то поехать, в Европу, мечта спеть на сцене с другими оперными артистами, солистами? Конечно, это, конечно, это все мечтают, конечно, все мечтают, но просто так получилось, я пила, в принципе, в Японии пила, в Корее пила, во Франции пила, в начале своей карьеры мы ездили на русские сезоны, в Ниццу, на дегельские сезоны, было очень интересно для меня, вот как для молодой, в Красноярске пила, в общем-то, я пила, может быть, не так много, как хотелось, да, но было еще время такое, немножко сложное тогда, не было вот этих выездов, как сейчас, не было так распространено вот это вот, мастер-классы, немножко было все, только начиналось, и поэтому вот сейчас, сейчас уже это более реализуется, сейчас вот ездим, тогда мы все-таки мало ездили, сейчас больше возможностей для молодых сезонистов, очень большие возможности, я считаю, что нужно их использовать молодые, и ездить, и брать мастер-классы, учиться, потому что наш процесс, вот именно наш, музыкальный, он не заканчивается и никогда, он все равно продолжается, все время, совершенствование и совершенствование. У вас есть преемники, кто к вам обращается, и кто хочет учиться у вас? Ну, я уже преподаю, я преподаю, в принципе, бокал. Да, ученики есть, есть одна ученица, которая сейчас работает в Италии, она там живет, и поет, очень нравится, она закончила сначала у меня, потом закончила консерваторию, получается, у моего профессора, как внучка, да, получается. Это ваша красота. Да, сейчас она, очень красивый голос, вот она вот, например, в Италии. Ну, есть, ну, вокалисты, это очень, скажем так, может, неправильно я сказала, штучный товар, их не может быть много прекрасных. То есть, это солист, это выращивается и пестуется очень долго, но он, вот, он как бриллиант в своем роде. людей случайных не бывает, каждый человек нам послан судьбой не просто так. В случае с нашей героиней ей всегда везло на хороших людей, собственно, которые и направляли в нужное русло, открывали в ней новые грани, чтобы этот бриллиант сверкал ярче и радовал всех своим творчеством. Естественно, кроме родителей, которые дали мне жизнь и которые со мной, слава Богу, до сих пор все хорошо, они со мной всегда, родители это начало, были вот, вот у меня отличная вот учительница в начальном классе, потом у меня был замечательный педагог по английскому языку, благодаря этому я очень любила языки, я просто, я бредила английским языком, я обожала этот предмет, и я ходила, ну, она нам привила, Нелли Николаевна Плотникова, учитель второй школы, там у нас все учителя были, просто все алмазы были, мне кажется, каждый из них, вот, потом, вот в училище, если бы Венера Николаевна поцелуровала, она мой педагог, если бы она не разрешила мне совмещать, чего не было до этого никогда, да, вот она, то, то я вообще не выбрала бы вокал, я бы не стала петь, и также Валерий Геннадьевич Кац, который, у меня нет фотографий, к сожалению, который меня привел работать концертминистером, если помню, я бы, наверное, тоже, вот, как-то, я не полюбила это, сквозь тема, что-то, не знаю, они очень много дали, вообще, мне очень много везло в жизни на хороших людей, на дирижеров, которые мне потом много давали, просто на хороших людей, их, мои профессора в консерватории, вот моя подруга, которая, Лилия Полякова, вот она, которая, которая, прошли все студенческие годы, прошли вместе, и на конкурсах участвовали, и в концертах, и вообще, просто прекрасный человек, вот, ну, то есть, и это продолжается, эта цепочка, и прекрасно, что мне такие встречались люди, и я хочу, чтобы было больше таких людей, и дай бог, если я для кого-то буду таким человеком, помогу как-то, может быть, где-то морально, как-то, выбор какой-то свой может быть, это должно быть, должны быть такие люди, которые нас вот направляют, помогают нам в жизни. Что ж, Марина, спасибо большое за интервью, я бы хотела, чтобы, я бы хотела, чтобы все ваши мечты притворились в жизни, я бы хотела, не только я, наверное, но и наши территорители хотели бы видеть вас, и на других сценах, и чтобы вы продолжали нас радовать своим красивым голосом, конечно же, своей красотой. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова